МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ННТ Новости Тагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте, я и мои коллеги. Ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями. Вначале, коротко о главном. Шаги от экологической катастрофы. Какой вред могут нанести здоровью людей несанкционированные свалки? Смотрите через минуту. Приостановить все строительные работы в городе и провести тщательную проверку. С таким заявлением выступил мэр Махачкалы на расширенном совещании. Какие еще поручения отдал глава города, смотрите в выпуске. Четыре золотые и пять серебряных медалей. С таким результатом дагестанские бойцы ММА завершили свое выступление на чемпионате мира. В Каспийском море исчез остров Чечень. Но зато теперь появились новые участки суши. По мнению дагестанских ученых, эти изменения происходят из-за обмеления. И в ходе своих наблюдений специалисты отметили, что на новых территориях уже начали появляться растительность и обосновываться птицы. Ученые также отметили, что не менее значительные изменения коснулись участка Кизлярский залив. Ранее эта территория представляла собой морскую акваторию, но сейчас она почти полностью высохла. Территория села Хамаматюр в Абертовском районе загрязнена тоннами мусора. Эксперты отмечают, что отходы могут нанести вред природе и здоровью людей. Местные жители в буквальном смысле живут в шаге от экологической катастрофы. Подробнее в сюжете Абдулла Алиева. Это не съемочная площадка фильма про апокалипсис, а суровая реальность, с которой каждый день сталкиваются местные жители. Несанкционированная свалка возле их домов. А ведь стоит учесть, что горы мусора – это не только отвратительное зрелище, но еще и угроза экологии и здоровью людей. На протяжении многих лет земли села Хамаматюрт Бабаюртовского района загрязнялись отходами. Груды мусора расположены на территории, площадь которой составляет более 10 гектаров. Антисанитария и невыносимый запах – здесь уже как обыденность. Вдобавок на свалке пасется домашний скот. Бегает огромное количество грызунов и насекомых, разносчиков различных инфекций. Проблема требует немедленного решения, но увиденное доказывает – просьбы жителей пока не услышаны. Люди устно обращались так, в надежде, что это будет безрезультатно. Стараются, как вы видите, постарались что-то делать, попытку сделали и все бросают. А с этим народ живет и сколько заразы достается людям. Люди часто обращаются хотя бы с просьбой огородить ее или какую-то яму сделать, чтобы они не разбросались. Или хотя бы до того участка, где образовалась свалка, чтобы хотя бы дорогу сделали. Свалка может нанести серьезный ущерб окружающей среде. В процессе разложения мусора выделяются опасные токсичные газы. Из-за возгорания отходов ядовитый дым отравляет все живое в радиусе нескольких километров. Но более всего ситуация может усугубить глубинное заражение земельного грунта. Вода в хамоматюрте артизианская, а значит, есть огромный риск, что местные водоемы станут опасны для жизни. Вред наносится земле, как компоненту природной среды. Загрязняется земля. Увидели места, очаги горения отходов. Происходят выбросы в атмосферный воздух. Всего этого не должно быть. Конечно же, загрязняется атмосферный воздух. Если это земля-поселение, то мы подготовим предостережение, заактируем это все, подготовим предостережение. Предостережение мы направим собственнику земли, ну, наверное, все-таки главе села, потому что сейчас он утверждает, что это земля его. И устанавливаем сроки, в течение которых они должны устранить все эти нарушения. Послам жителей соседнего села Ибрагиматар им удалось решить у себя подобную проблему. Они оградили участок свалки, организовав на ней мусорный полигон, отвечающий установленным требованиям. Вопрос один. Что мешает сделать подобное местным властям и в этом селе? Вот можно приехать, посмотреть. Даже у нас загороженные территории. Мы этим самым не даем, чтобы так в пакете вылетали. И убираем. У нас даже рядом с такой-то модельник. Мы не выбрасываем животных, которые остатки. Все у нас происходит, как говорится, по плану, как нам глава администрации показал, установил, как надо делать. Обещание решить проблему от администрации, конечно, есть. Но их жители села Хамамутюрт слышат уже не один год. Попытки устранить мусор принимались, но эти методы малоэффективны. Ситуация требует усердной и планомерной работы, чтобы свалка была полностью ликвидирована, а ее территория не становилась больше. На ближайшее время мы своими силами постараемся ликвидировать эту свалку. Так как этим должны заниматься региональные операторы, у нас договор с района Кинзилюртового благоустройства, есть такая компания, оператор. Они должны были заниматься, видимо, свою работу они не выполняют. Я не знаю, что у них там. Но в ближайшее время мы своими силами эту свалку ликвидируем. Вопрос очистки этих земель от мусора напрямую связан с будущим жителей села Хамамутюрт. Нужны точные сроки и действия от муниципальных властей, чтобы проблема, которой более 10 лет, наконец-то решилась. На сегодняшний день данную картину мы, члены и штаб Народного фронта, берем под личный контроль. И в дальнейшем мы будем обращаться в первую очередь в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, Минприроду и, если крайний случай, главы республики Агистан. Приостановить все строительные работы в городе и провести тщательную проверку. С таким заявлением выступил мэр Махачкалы на расширенном совещании с руководителями структурных подразделений администрации. Кроме того, градоначальник поручил проверить все многоквартирные дома. А именно, соответствуют ли они всем нормам подключения к таким инженерным сетям, как водоснабжение, электричество, газоотопление и канализация. Архитектура. Поручаю. В первую очередь, приостановить все стройки, пока не проинфицируют все строительство. Первое. Второе. Все ранее выданные разрешения проверить на основании выдачи, имеются ли технические условия для подключения ресурсов. Если это МКД, есть ли по требованиям на жителей по нормативам социальные адресы, школы, сады, поликлиники и другие коммунальные и другие вопросы по инфраструктуре обеспечения людей по нормативам. Глава администрации предложил также упростить процедуры получения разрешения на индивидуальное жилищное строительство, а также облегчить оформление права собственности на уже построенные дома. При этом усилить контроль за соблюдением норм, чтобы такие объекты не превращались в коммерческую недвижимость. Права человека глазами ребенка. 8 тысяч детей приняли участие в ежегодном республиканском конкурсе. Школьники из 30 районов и 9 городов подготовили проекты на самые разные темы. От проблем кибербуллинга до нарушений прав детей с ограниченными возможностями. В финал вышли 16 лучших работ. Накануне в Доме дружбы их наградили дипломами и ценными призами. Организатором выступил уполномоченный по правам человека по республике Дагестан. Отрадно, что ребята в своих работах отражают не только теоретические аспекты, но берут материал из своей жизни, из класса. Это говорит о том, что люди сопереживают и занимаются исследовательской работой, и в известной степени относятся к этому творчеству. Приятно, что среди наших школьников, ребят, есть такие ребята, которые действительно сегодня уже задумываются о столь значимых вопросах для нашего общества и в целом о правозащитной деятельности. И к новостям спорта. Хоккеист из Дагестана сыграет за сборную России на Кубке Первого канала. Магомед Шараканов включен в состав национальной команды, которая с 12 по 15 декабря поборется за Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге. Шараканов выходит из села Гогутель Шамильского района и играет на позиции защитника. На клубном уровне он представляет Альятинскую ладу. Не так давно Магомед стал автором «Ласт Кросс Гола» – необычной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Четыре золотые и пять серебряных медалей. С таким результатом дагестанские бойцы ММА завершили свое выступление на чемпионате мира. Соревнования с участием более 150 лучших спортсменов из 35 стран проходили в Ханты-Мансийске. В своих весовых категориях отличились Хамит Амир Магомедов, Мурат Абдулатипов, Магомед Гасанов и Гамзат Сиражудинов. Всего на мировом форуме россияне завоевали 14 наград высшей пробы из 16 возможных. И в завершении выпуска коротко о погоде на завтра. В столице Дагестана в Махачкале сохраняется переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, днем 9 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный 3 метра в секунду. К вечеру возможны осадки в виде дождя. Температура воды в море 9 градусов по Цельсию. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.